Всем привет! Вы смотрите студенческие новости Универ Ньюс. Расскажу вам о них я, Анна Глазунова. Итак, смотрите сегодня выпуски. КФУ посетил представитель Института словистики Технического университета Дрездена. Как продлить жизнь аккумуляторных батареек? Ученики лицеемни Николая Лобачевского КФУ погрузились в эпоху 19 века. В КФУ проходит 9-я международная научно-практическая конференция «Математическое образование в школе и вузе. Опыт, проблемы и перспективы», посвященная 215-летию Казанского университета. Подробности смотрите в следующем сюжете. С 23 по 27 октября в Казанском федеральном университете проходит международная научно-практическая конференция «Математическое образование в школе и вузах. Опыт, перспективы, проблемы». Организаторами конференции являются региональный научно-образовательный математический центр и Институт математики и механики имени Лобачевского Казанского федерального университета. Доктор педагогических наук, профессор и заведующий кафедры рассказала о важности данного мероприятия. «Сейчас состоится открытие 9-й международной научной конференции «Математическое образование в школе и вузе», которая посвящена обсуждению современных проблем преподавания математики в эпоху цифровизации образования, в эпоху смены государственных образовательных стандартов. И к нам сегодня приехали ведущие ученые, которые как раз расскажут и обсудят эти проблемы». В рамках конференции также обсуждались вопросы современного образования, перспективы студентов Казанского федерального университета и особенностей современной молодежи. «Что я могу сказать про современную молодежь? Очень ребята талантливые, очень заинтересованные и очень стремящиеся постичь современные технологии обучения математики». В период новых технологий профессии учителя не угасает, а наоборот становится все более и более востребовано. «Велика роль учителя именно в формировании любви к предмету, формировании интересов, формировании того, чтобы дети уже почувствовали вкус математического развития». В Казанский университет прибыл представитель Института словистики и технического университета Дрездена. В рамках своего визита профессор прочел лекцию для студентов Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Более подробно расскажем вам в нашем сюжете. 23 октября в стенах Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ для учащихся прочел лекцию профессора Института словистики и технического университета Дрездена. Вся лекция прошла на немецком языке. Темой стала теория и лингвистика аргументации. «Описываются аргументативные структуры разного уровня. Будете пример словом «только». Вот такие. Какие аргументативные функции эти слова выполняют. До того я немножко объяснил, что вообще есть теория аргументации, какие традиции, какие авторитетные издания и так далее». Кроме того, с руководством Института были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в области международных и научных образовательных проектов. «Мы немножко обсудили возможности совместного диплома. Потому что у нас есть более или менее исходные магистрационные программы. И там есть окна мобильности. И мы думаем, как мы можем это немножко как соединить. Частично, конечно. Но это в будущее. Это первые планы, первые шаги в этом направлении». В Казанском федеральном университете работают над новым способом продления жизни аккумуляторных батарей. За счет чего возможно увеличить срок службы аккумуляторов, расскажет наш корреспондент Эльвира Зорина. Ученые Казанского федерального университета работают над новым способом продления жизни аккумуляторных батарей. Исследование может улучшить функциональность литий-ионных аккумуляторов, используя интеркалляционные графитовые соединения. «Графит – это такое слоистое соединение, в котором листы графена просто вот друг на друга наложены, как стопка бумаги. Что такое интеркалляционные соединения графита? Это когда какие-то частицы, атомы, молекулы, они проникают между листами графена. И вот получается такой сэндвич – графен, интеркалят, графен, интеркалят». История проекта началась в 2012 году во время работы Айрата Демеева в Университете Райса в США. Дополнительные эксперименты были проведены уже в стенах Казанского федерального университета. В результатах исследований ученые описали особенности динамики интеркалята между листами графена. «Графит может образовывать интеркалляционные соединения определенного порядка. То есть вот графен и интеркалят, они не обязательно чередуются. Может идти два листа графена, потом интеркалят, а может быть три листа графена, потом интеркалят. И, соответственно, вот эти соединения называются интеркалляционные соединения стадии 1. Если один лист графена – стадии 2, стадии 3. И вот что мы изучали в своей работе – это вот как, например, стадия 1 переходит в стадию 2, или как стадия 2 переходит в стадию 1». Самый первый цикл интеркаляции отличается от всех последующих циклов реинтеркаляции, что важно именно для лучшего понимания функционирования литий-ионных аккумуляторов. Много вопросов сегодня, на самом деле, в индустрии литий-ионных аккумуляторов – это как улучшить их качество, то есть как увеличить количество рабочих циклов, то есть времени зарядки, разрядки до тех пор, пока аккумулятор окончательно не умрет. Другой вопрос – это как увеличить мощность аккумулятора, то есть плотность тока выдаваемого. И здесь еще простор для улучшения литий-ионных аккумуляторов, конечно, огромный – уменьшение веса. Данные исследования являются актуальными, так как литий-ионные аккумуляторы являются источником энергии в электромобилях, а также самым популярным типом аккумуляторов в сотовых телефонах, ноутбуках, цифровых фотоаппаратах и видеокамерах. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс. Лицеисты на один вечер погрузились в эпоху 19 века. Девочки надели пышные платья, а парни – изысканные фраки. В Казанской ратуши прошел традиционный бал учеников лицея имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Все подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента. Казанская ратуша вновь распахнула свои двери для лицеистов Казанского федерального университета. Состоялся традиционный бал учеников лицея имени Николая Лобачевского КФУ. Бал несет высокую образовательную функцию. Мы учим детей изящным манерам. Мы учим их выступать публично в несвойственной для себя атмосфере. Каждый может себя почувствовать участником пьесы, в которую погружаются на два часа все участники нашего бала. Перевоплотиться в любимого героя произведения была возможность у каждого лицеиста. Я являюсь гусаром, помощником Денисова из произведения «Войны и мира». Вообще я хотела походить на героев из романов Николая Толстого. И почему-то я представляла себе Анну Каренину в платье такого цвета. Бал для меня это какая-то сказка, потому что каждый раз мы приходим и ставятся сценки Пушкина. Иногда они посвящены творчеству Льва Николаевича Толстого. И каждый раз мы окунаемся в эту волшебную атмосферу и можем почувствовать себя даже как девушки 19 века. В этом году бал посвящен 215-летию со дня основания Казанского университета и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Сделать фотографию с великим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным. Поговорить о жизни с выдающимся математиком Николаем Лобачевским и самим императором Николаем Первым. Здесь все мечты становятся реальностью. Ведь эти три ключевые фигуры являются главными на этом баллоне. В своем интервью Александр Пушкин, а точнее учащийся 11 класса Самат Мухаммедшин, исполнявший роль русского поэта, рассказал о том, как важен для него этот образ. Прочитал очень много его произведений Пушкина и максимально уж пытался к ним походить. Участвовать в этой сценке, постановке, играть в одну из самых главных ролей для меня очень важно. Я думаю, что это будет одно из самых незабываемых моих впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Лицейцы танцевали польку, кадриль, парижский и русский марш и, конечно же, вальс. Танцую с голландским кавалером. Главное ровно держать останки, делать шаги в такт музыке. И, конечно же, не забывайте про манеры. Все-таки вокруг царит атмосфера 19 века. Бальные платья, нарядные прически, изысканные фраки и музыка перенесли всех присутствующих в эпоху 19 века. Анна Глазунова, Ленарда Влитяров, Универньюз. На этом наши новости подошли к концу. Смотрите нас в социальных сетях и не пропускайте свежие выпуски Универньюз. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok